путь и уже понимает, что это такое. В общем, у меня есть для тебя подарочек. Я его сделала сама, правда, он без красивой обертки. Чуть-чуть маленькая подыстория. Короче, когда я его делала, я его делала для того, чтобы кому-то подарить, но я не знала, кому. Я его сделала в июне, с тех пор я не знала, кому его подарить. А потом я видела анонс твоей встречи и решила, что он будет у себя. Это судьба! Класс! Это Лама. Это мистер Лама! Скажите, как ты делаешь! Это ты сама сделала? Да. Как его зовут? Никак, его пока не зовут. Давай звать мистер Лама. Хорошо. Спасибо тебе огромное, очень крутой. Класс! У меня есть смешные стикеры с ламами в подарочной книжке. Там написано «потуси», потому что есть она в Боливии, в Асшарите, короче. Потому что в Боливии есть город, который называется Патаси, но когда бабушки зазывают тебя на маршрутку, они орут «потуси, потуси, потуси!» А там еще 4 метра высота, и у меня была горная болезнь, я хотела сдохнуть, и каждый раз когда они норали, я думала, сейчас я реально уебу просто. В общем, вернемся к вопросам. Начну со второго, потому что его я помню. Что для меня значит «путешественница»? Да очень просто. «Путешествующий». На самом деле, я считаю, что мы все путешественники, потому что мы все шествуем в свой путь. Вот и все. Правда, это слово такое, знаешь. Потому что люди любят, вот у тебя там есть Инстаграм или что-то там, неважно, да, даже просто документы куда-то подаешь. Должность. И вот надо тебя как-то определить. Поэтому я сказала, что я путешественница, но мне даже от самой твоей фразы «профессиональная путешественница» мне такой бред, что как можно быть профессиональным и непрофессиональным. На самом деле, это, знаешь, как накидка. Ну, прикольно, что мне это накидали, что я путешественница. Я понял, ты просто вначале это сказала, поэтому я повторил. Да. Суть в том, что люди же делятся на тех, кто прошел, да, путь какой-то, у которых есть опыт. Те, которые не прошел, да, и, соответственно, а что же это такое? То есть спрашивать у одних людей, которые не прошли, они скажут одно, и те, кто прошли, скажут совсем другое. То есть мне интересно услышать именно твое мнение того человека, который знает и прошел. Да, согласен с милостью. И это, на самом деле, и есть мое после-мнение. Потому что путешествующий — это все, что... Ну, то есть очень хорошо соединили слова, все верно. Ты идешь... Тот, кто осознался... Ну, то есть человек, который осознался, что это путь, и что он его идет. И он его идет. Человек, который здесь и сейчас совершает свое какое-то паломничество своего рода и идет куда-то. Но мы все куда-то идем в этом весь прикол, понимаешь? Как сказал мне мой массажист, у меня тут был массажист, который жил в Тибете и видел левитирующих людей, я нахрен... Я офигела. Он реально мне рассказал, как учат левитации, как люди ходят по воде, как они меняют под ногами структуру воды, чтобы по ней... Короче, очень интересно. Он прям жил очень долго в Тибете. Он там лет 20 изучал, в общем, шаманов по всему миру и жил с ними. И он сказал крутую фразу, что Тибет внутри тебя. Просто если ты не можешь это осознать, да, тебе приходится ехать в Тибет. Вот. А если ты уже настолько сразу молодца, то ты и в Тибет этот Тибет найдешь, да, и ехать-то никуда на самом деле не надо. Вот. Как-то так. А первый вопрос какой был? Напомню примерно. Ну, какой следующий этап после вот этих семи лет? А, закончился ли мой этап? Ну, своего рода закончился. То есть это реально был как бы... Ну, книга — это и есть этап. Вся эта история. Я всегда понимала, что я напишу книгу. То есть это правда какая-то была под тема. Под саундтрек всего, что происходило своего рода. Вот. То есть это изменило... То есть это какой-то этап однозначно закончен для меня. То есть я больше... Навряд ли я буду, знаешь, такая чисто шароебница по миру в стиле того, что «Ой, здесь интересненько рассказали». Ну, тут ничего. Посидим-ка здесь. То есть вот сбор инфы такой без... Как бы... Понимаешь, о чем я? Вот. Он для меня закончился. То есть теперь уже как-то... Если что-то и будет, а что-то стопудово будет, потому что я же не могу с другим человеком стать, к сожалению, уже, скорее всего. Вот. То будет просто в каком-то другом проявлении. Вот. А можно кастер-каналу? Да, давай. На начало как-то, да? Тут спрашивали же... Ты как бы тут делался, как будто ты, короче, вообще не согласен с тем, что... Нет, тут не совсем в этом дело. А скажи, что это было? Что это было? Что это было? Я задумался. Это нормально. Да. У тебя спрашивали... Я бы послушала. Нет, нет. Спрашивали про лучшие места, да, где тебе понравилось. А назови худшее место. Вот самое скучное, которое вообще не понравилось. Ой, у меня есть ответ. Ой, у меня есть ответ. Кишинев. Реально, я чуть не сдохла там. Я приехала на похорон лучшего друга. Это надо уточнить, потому что, наверное, у меня, ну, была определенная окраска из-за этого. Вот. Похороны были в Одессе. И моих лучших друзей, и мою любовь на то время не пустили через границу, потому что до них докопались. Они еще и не приехали. В итоге мы поехали к ним в Молдавию, Мордовию всю жизнь. Молдавия. Непризнанная республика Молдова. Вот. Мы в итоге поехали к ним. И зачем-то мы были в Кишиневе. Ну, тут нужно просто уточнить, что у меня был максимальный приход от жизни. Ну, то есть декабрь, я прилетела из Мексики на похороны друга. Ну, то есть, блин, я просто... Я сама была в очень жесткой депрессии в тот момент. И так. Тоже там с суицидальными мыслями и прочей всей романтикой. Вот. И мы шли по Кишиневу, короче, минус 20. И мы в шмотках людей, которые нам выдали одежду. То есть я прилетела в шортах. И нам просто в Киев... Ну, люди пришли с пакетами, нас одевали, чтобы мы доехали с топом до Одессы и успели. Вот. И, в общем, я просто иду в чужом шматье, в угах, блин, которых очень неудобно, расшатанных, причем еще каких-то старых, в каких-то шмотках, в общем, вся обкутанная. И мы идем за нашей подругой Каролиной по этому Кишиневу. А тут, ну, просто... Кто из вас долго когда-нибудь жил в других странах? Вы, наверное, знаете вот этот вот первый шлепок по морде, когда возвращаетесь в Россию, и вас начинает бесить все. Вы просто понимаете, что это гребаный тлен, и, типа, и здесь нельзя жить, и как мы вообще этого не замечали. Так вот, Кишинев предстал в максимальной картине того, как можно охереть с того, что ты снова дома. Вот. Дома. Ну, в Кишиневе. Потому что там были абсолютно убитые дороги, какие-то дыры, какие-то бабульки продают, короче, висят просто везде какой-то непонятный бесконечный рынок. Все что-то продают, матерятся, курят, бутылки разбитые, все недовольные, просто жесть. И посмотришь на лица людей, они прям такие, прям, говна сожравшие, несчастные, убитые, злые, агрессивные. Все в черном. И вот мы такие, блядь, по всему этому такие, идем просто вот так. И реально кажется, что если ты чуть-чуть здесь затормозишь, то тебя просто злые силы засосут под эту дыру просто в дороге, и ты отсюда уже никогда не выберешься. В общем, это была моя эмоция. Я охренела там. Но это же вынужденная поездка, это же не так, что... А поеду-то я... Но все равно это опыт, как сказал бы Кирилл Сморозин, у меня так на руке написано, это опыт. Вот. Поэтому вот из этого опыта вот такой расклад. Ну а так, что имена абсолютно не оправдала твой сожидание? Ты там собралась воду, поеду в эту страну, там, наверное... У меня есть целая история о том, как у меня случился роман с Кубой, и это эпик щит, потому что я мечтала попасть на Кубу всю... Вы не задолбались? Мне просто кажется, что вы задыхаетесь, вам тяжело, вы задолбались слушать радио, нет? В общем, было дело, я поехала на Кубу, вот. И я мечтала о Кубе всю свою жизнь, и это ошибка номер один, да, когда у нас какие-то ожидания по поводу чего-то, велик шанс, что они нахрен не оправдаются. Guess what? Они не оправдались. Вот. Я мечтала о ней всю жизнь, правда. И когда я приехала, ну, то есть, куда я ехала? Я ехала на остров Свободы, чагевары, сальсы, секса, ну, которые, в смысле, не чтобы, а просто в воздухе, так сказать, витающего, потому что там очень красивые люди такие все, вот эта вся романтика, эти старые машины, кинотеатры, вот это вот все, и вот это... я приехала и охуела, вот, потому что, ну, потому что это пиздец, и я не могу это по-другому никак сказать. Я даже потом записала видео на YouTube, где я просто 40 минут матерю кубу, и так случайно случилось, что в это же время умер Фидель Кастро, вот, и видео стало просто дико раскрутилось, просто дичайше, и там, знаете, если бы я хотела как-нибудь почувствовать себя дерьмом, в смысле, у меня всегда есть одна ссылочка, и могу зайти под это видео и просто почитать комментарии, потому что там, кто это пизда с розовыми волосами, что он тут галдит? И там прям, ммм, комментарии на YouTube, я просто никогда не базировалась на YouTube, когда я в первую жизнь узнала, что такое комментарии на YouTube, я реально охренела, это прям, это реально, это отдельная, ребята, наука, это профессионализм, так унизить человека, как унижают там, это просто, я клянусь, я не прикалываюсь, я не преувеличиваю, это реально опыт, там видно, что рука набита, блядь, набита, и сейчас она долбанет и тебе. Мы делали с Максом Лепатовым шоу «Дом на дереве, жизнь в лесу», у меня там были розовые волосы, и просто типа, меня тогда все обожали, я чувствовала себя на пике этой популярности, меня все узнавали, я говорила «Боже мой, как мне это надоело, отстаньте от меня», и вот это вот все, и мы вот засняли весь этот сериал, его выложили, я открываю комментарии, а там просто типа, кто эта бледина, и я такая «Еб твою мать», и там прям красиво, там прям, знаешь, когда вот человек подбирает, куда тебя, вот знаете, как точечный массажист такой, как в Убизби-В2, типа, вот это «тын-тын-тын-тын», хорясь, и ты просто «За что?», вот, я забыла, о чем я, но это я так кубу, в общем, обосралась, посмотрите этот видос, он прекрасен, забейте Феделька Старова на ютубе, я сразу появлюсь, ну вот, в общем, да слушайте, просто жопа была в том, что у меня были ожидания, никогда не надо ничего, ни от чего ожидать вообще, это первый был прокол, второй был провал, то, что я в этот момент уже подумала, о чем я делаю со своей жизнью, о чем я еду, о на хрен это все надо, Ну, и я попала на остров, который был просто... Ну, я же... Я человек, который очень помешан на правде. Вот это вот чувство справедливости, вот это вот сказать честно, как есть. Это мои больные темы. Как вот просто заглюк. И просто Куба — это как бы... То, что вы там увидите, — это самая большая сатира, которую я видела в своей жизни. Потому что это не то, чтобы это не остров свободы, это остров максимальной несвободы во всех пониманиях, которую я когда-либо, где-либо видела.